Здравствуйте! Сегодня в гостях точка.нет украинский артист Влад Ульянич. И сегодня он ответит на все вопросы наших читателей. Первый вопрос задала нам Ира Савчук. Он набрал больше всего лайков. Тут очень много вопросов она задала, поэтому я буду по одному читать. Да, можно почитать. Привет, Влад! Новый альбом просто шикарный. Отримала море позитиву и эмоций. Голос, как всегда, чудовый и милый. С нетерпением ждет новые альбомы на украинской мове, потому что именно на этой мове твой голос прекраснейший. Божаю успехов. Общаюсь за много вопросов. И первое вопрос. Чи будет когда-то тур по Ивано-Франківской области? Спасибо за такие лестные отзывы о моем альбоме. Мне очень, скажем так, мрстит также, что меня ждут прям с туром по Ивано-Франківской области. Но я думаю, что будет в целом тур по Украине. И это будет не одна область, скажем так. Я думаю, что мы доедем на Западную Украину. Мне бы очень хотелось самому. Но, как всегда, много сложностей непосредственно в организации, концертной самодеятельности у артистов. Мы бесконечное количество раз уже сталкиваемся просто с непрофессионализмом, как бы это ни звучало, со стороны организаторов. То есть я открытый для сотрудничества и готов приехать в любую точку не только Украины, а и мира, лишь бы были хорошие организаторы. Потому что где есть хорошая организация, концерты проходят очень хорошо. Люди приходят, люди очень довольны. То, что мы показываем, тот формат концертов, который мы сейчас сделали в рамках тура «Пит-стоп» на поддержку альбома. Поэтому, я думаю, я доеду и до Ивано-Франковской области. Так что ждите. Второй вопрос. Если бы тебя запросили на битву экстрасенсов, переверять их здебности, ты б пішов? Прям претендент на самый интересный вопрос. Мне кажется, что никто сильно не любит, когда копаются, как говорят, в нижнем белье. И я бы, на самом деле, несмотря на то, что я довольно не скептично отношусь к экстрасенсам, и, можно сказать, даже верю в это все, я бы задумался, пойду я или нет. Ну, скорее, да, чем-то. Я думаю, что со временем выйдет эта песня. Я могу сказать, что она не дописана, она находится именно на вот таком этапе, как была опубликована в Инстаграме. Песня действительно, это демка я могу назвать. Это вот такой был небольшой творческий порыв, можно сказать так, наболело, потому что люди в большинстве своем не являются теми, кем себя они позиционируют в социальных сетях. Все сошло какой-то там штучности, ненастоящему. Я думаю, что я доработаю эту песню, и она выйдет, я думаю, что вряд ли в этом году. Я думаю, что оставлю это все на 2018 год. Хотя я понимаю, что песня получила огромный резонанс, поэтому, я думаю, доведу до ума, и все будет. Чи были диски нового альбома? Можно будет их замовывать на твоем сайте, как диск «Знаки на долоні»? Я думаю, что этого не будет, так как это абсолютно уже устаревший формат. Я даже сталкивался с тем, когда выпускал второй свой альбом «Знаки на ладони», что люди говорили, что сейчас никто так не делает. Я это сделал ограниченным тиражом, как сувенирную продукцию, и тем не менее даже осталось еще пару десятков, наверное, дисков так еще когда-то, может, подаю. Но сам альбом «Питстоп» этого не будет. Это исключительно формат, где можно купить его в интернете, на всем известных интернет-площадках, Google Play, Tunes, Яндекс.Музыка и так далее. Сумуешь за «Х-фактором»? Ой, «Х-фактор» на самом деле очень прекрасный проект. Я уже много говорил о нем, но в первую очередь это школа. Это школа жизни, школа артиста. Для меня вот тогда это было необходимым. Но я не могу сказать, что я там прям грущу об этом проекте. Это приятные воспоминания, только приятные эмоции. Но нужно идти дальше, развиваться. Безмерно благодарен этому проекту, всем людям, которые вложили в меня, как начинающего артиста, свои знания, свой опыт. Поэтому просто вспоминаю с ностальгией такой. Это все прошедшее уже. Чи плануешь ты идти на телешоу? Ну, смотря какое телешоу. Я думаю, что люди имеют в виду формат того же «Х-фактора», «Голоса страны». Мне неоднократно предлагали принять участие в такого формата мероприятиях. Но мне это сейчас уже не интересно, так как я считаю, что я давно уже прошел этап развития как артиста в рамках какого-то телевизионного талант-шоу. И я сейчас исключительно себя позиционирую как сольная единица, как артист, который развивается, несет в массы свою музыку, свое творчество. На данный час в тебе три диска? На данный момент у меня четыре полноценных альбома, если так можно назвать. Это «Люблю тебя одну», «Знаки на ладони», «Стихи и творения» — это вот такой микс стихов и музыки. И вот вышел украиноязычный альбом «Пит-стоп». Спасибо большое. Привет, Влад! Ты очень талантливый и красивый артист. У тебя есть девушка? Какие типажи девушек тебе нравятся? И что тебя больше привлекает в девушке — дерзость или нежность женственностью? Мне кажется, это самый популярный вопрос на всех интервью, на всех фан-встречах, на всех конференциях. Уже просто немерено количество раз отвечал на этот вопрос. Да, есть девушки, как такого типажа я не могу назвать, что у меня есть определенный типаж. Мне нравятся личности, мне нравится, когда человек несет в себе какую-то определенную женскую энергетику. Человек интересный, разносторонний в своих взглядах, скажем так, на жизнь, с которым есть всегда о чем поговорить, который тебя может поддержать, который тебя может дополнять, вот как твоя вторая половина. Спасибо. Ольга спрашивает, Влад, у тебя есть татуировки? Если да, то где? Я не один из всех тех людей, артистов, которые в мейнстриме в этом татуировок. У меня нет ни одной татуировки, и я не могу сказать, что я буду их делать, хотя все может быть. Мне просто это неинтересно. Чем вы готовы пожертвовать, чтобы получить желаемое? Кто первым заметил ваш талант? Я очень люблю формулировку «жертвовать», так как я считаю, что в жизни должна быть гармония, как в творческом плане, так в плане здоровья, так же в плане личной жизни, друзей. Я считаю, что это нельзя путать, никогда нельзя жертвовать чем-то, потому что, в первую очередь, конечно, я соглашусь с тем, что артист и в первую очередь человек должен быть счастлив в своей профессии, так как если он будет себя чувствовать нереализованным, то и с друзьями, и в личной жизни он будет себя чувствовать неполноценным, несчастливым человеком. Там еще какой-то вопрос был в конце. Кто первым заметил ваш талант? Я даже мне могу сказать, что заметил, прям уж очень сильно хотел, чтобы я занимался музыкой, мой папа. Он с детства, можно сказать, навязывал, но получал отклик, потому что изначально поставил мне музыку разную в наушниках, еще когда я в колыбели был, потом говорил, что тебе нужно пойти в музыкальную школу, так как музыка развивает человека. Ну вот так довольно лояльно, но вот он так меня настроил на этот путь. Тем не менее, я всегда говорил, что музыка раньше была у меня на втором плане, просто как дополняющий элемент. Но в определенный момент уже, наверное, в конце моей учебы в таможенной академии я осознал, что именно музыка, творчество — это мое, и это то, куда мне нужно просто идти и вкладывать все свои силы. Спасибо. Какое твое любимое место в Киеве? Мое любимое место в Киеве я очень люблю, банально, Андреевский спуск. Мне очень нравится район улицы Бассейной, Льва Толстого, вот именно вот этот вот район нравится мне. Спасибо. Влад, если послушать твой новый альбом, можно отметить, что большинство песен о неудачной любви. У тебя что-то случилось, или ты поешь о своем прошлом, или истории твоих песен не имеют отношения к твоей бытовой жизни? Нравится формулировка «неудачная жизнь», «неудачный опыт» или как? «неудачной любви». Любовь — это всегда удачно, это прекрасное чувство, которое окрыляет, это которое мотивирует, вдохновляет, как минимум. Я не могу сказать, что я несчастный человек, особенно несчастный в любви. Абсолютно все противоположно, просто это какое-то, наверное, настроение было, либо еще что-то во время написания в творческом процессе. Людям зачастую также и нравится такой формат. Поэтому в основном, конечно, да, это то, что происходило в моей жизни, это какие-то мои личные переживания. Но не нужно это в целом преувеличивать, что все так трагично. Нет, все вообще с точностью да наоборот. Я очень часто помогаю ребятам, которые хотят стать артистами, певцами, которые начинают свой путь. И делаю это абсолютно безвозмездно в плане советов, потому что я достаточно много набил шишек в плане становления, какого-то развития. Но продюсерам, я думаю, что это будет не скоро. Возможно, возможно, это будет, но не сейчас так точно. Сейчас все силы я бросаю на развитие себя как артиста. Артисты.